Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о новинках марки, которая, на мой взгляд, была незаслуженно забыта. Хотя вот, кстати, раньше это был чуть ли не единственный доступный бренд для всех, и я вот помню свой подростковый возраст, и насколько вообще понятие косметика у меня, в принципе, ассоциировалось с такими брендами, как Ruby Rose и Golden Rose. Сегодня мы с вами поговорим о Golden Rose. У меня здесь огромное количество всего. У них вышла очень большая линейка, которая называется Nude Look. Если вы любитель нюда, то это вот ваша тема, об этом всем расскажу, естественно, в подробном видео. Также здесь и тональная основа, и палетка теней, и для лица тоже продукция есть. В общем-то, будет нам чем сегодня заняться, потому что все это я буду показывать вам в макияже, демонстрировать в нанесении, чтобы лучше было понятно, стоит оно вашего внимания или нет. Продолжайте смотреть, сейчас с вами будем делать вот этот макияж. Вы знаете, сегодня один из тех дней, когда без косметики чувствуешь себя просто бээ. Вы, конечно, этого не заметили, но я последние две недели болела, и к косметике, соответственно, не приближалась абсолютно. И у меня такое впечатление, что я уже разучилась краситься. Короче, сегодня я официально в строю, поэтому я хочу как можно больше всего нанести на лицо, для того, чтобы не только физически себя почувствовать хорошо, но, знаете, еще и морально. Поэтому давайте быстрее приступать. У меня вот такая вот палетка новая от Golden Rose есть, она называется City Style Face and Eye Palette. Это конкретно подразделение, то есть палетка номер один Warm Nude. Здесь сразу продукты есть и для глаз, и для лица. Ну, я думаю, все довольно очевидно. Здесь бронза, румяна, хайлайтер и тени. И когда я делала первый макияж с этой палеткой, мне даже понравилось, тени достаточно пигментированные, неплохо так растушевывали, все хорошо. Палетка недорогая, соответственно, у меня сложилось такое впечатление, что это очень даже неплохой вариант, учитывая то, что здесь еще и для лица продукция есть, кстати, тоже неплохая. Но тени меня все-таки к концу дня потом разочаровали, потому что они как-то вот тускнеют к концу дня. Я уже настолько отвыкла от таких формул, которые именно тускнеют к концу дня. Вот раньше это была большая проблема, и именно из-за этого был такой бум на праймеры, чтобы как бы усиливать пигментацию, чтобы тени не тускнели. Но как-то в последние годы я, по-моему, с такой проблемой вообще не сталкивалась. Вот только вот эта вот палетка мне напомнила об этой проблеме в принципе. И по свочу мне безумно понравился вот этот оттенок. Это, знаете, один из тех оттенков, который выглядит как спрессованный глиттер, и его можно просто сверху припечатывать на какие-то тени, для того, чтобы понаряднее немножечко все сделать. Ладно, давайте делать макияж, сейчас я вам все покажу. И первым я возьму вот этот вот оттенок и буду наносить его в складку. Следом я возьму вот этот кирпичный коричневый. Ну а теперь дошло дело до самого темного матового в палетке. Я буду брать вот этот темно-коричневый. И теперь на все подвижное веко я нанесу вот этот вот оттенок. Ну и вот, согласитесь, не скажешь же, что тени не пигментированные. В принципе, у меня глаза достаточно выразительно сейчас накрашены. Мы еще, кстати, не закончили, если что. Но вот эта интенсивность, мне кажется, со временем теряется. Я хочу сейчас внешний уголок дополнить еще карандашом. Я взяла у них новый Golden Rose из линейки Metals. И оттенок называется... Черт его знает, потому что нигде он здесь не указан. Я потом обязательно вам в любом случае подпишу, как называется этот оттенок. Но здесь его нет. Кстати, несколько слов о карандаше. Я думала, что это будет из тех карандашей, которые гелевые, такие очень сильно скользящие. По типу как Maybelline Tattoo Liner или Rimmel Scandalize, которые, знаете, вот прям вот без усилия скользят. Но нет, он какой-то немножко суховатый. И учитывая, что это не матовый карандаш, а все-таки металлический, было бы, конечно, лучше, если бы он был чуть более гелевым. И, наверное, тоже чуть более насыщенным. Он, в принципе, выглядит и не матовым, и не металлическим. А вот каким-то таким, скорее, сатиновым. Очень деликатно выглядит на глазу. Если это то, что вы ищете, то он вам понравится. И этот карандаш я сейчас продублирую еще вот этим вот оттенком. А на нижнем веке я сейчас, наверное, создам дымку с помощью вот этого и вот этого оттенка. Для ресниц у меня тоже есть кое-что новенькое. И это новая тушь из линейки Nude Look. У них вышла просто огромная коллекция. Здесь и разные помады, и контурирующие продукты, там хайлайтер, бронзер и так далее. И в том числе и тушь. У нее щеточка из натурального ворса, вот такая вот в форме песочных часов. Очень сильно напоминает тушь L'Oréal, которая Exotic Paradise. Или как она там называется, я не помню. Тоже, кстати, она такого розового цвета. Очень многие по ней сходят с ума. Но что, кстати, касается самой туши, то для меня она пока, по крайней мере, пока она еще в новом состоянии, слишком жидкая. Вот ничего не может переплюнуть мой текущий фаворит. Это тушь от Belor Design HD High Podium Dimension. Только эта тушь может создать эффект именно ресниц у меня на глазу. По-моему, за две недели, пока я болела, она успела немножко подсохнуть. И сейчас немножко лучше стала красить. По крайней мере, мои ресницы. Но мои впечатления все равно остаются прежними. То есть, для меня эта тушь такая, средняя, скажем так. До Belor Design и все-таки еще очень далеко. А теперь момент, который я очень ждала. И это нанесение тональной основы. Хочется сейчас быстренько заляпать все лицо, чтобы выровнять общий тон. Устала я от этого болезненного неровного тона в отражении зеркала. В общем-то, сегодня будем с вами использовать тоже новинку от Golden Rose. Это HD Foundation Soft Focus Flawless Finish SPF 15 здесь. И я себе взяла оттенок 106 Taupe. Здесь 30 мл, сделано в Турции. Все, в принципе, достаточно стандартно. Опять-таки, я уже пользовалась этой тональной основой. Оттенок для меня темноват. Но этот оттенок для меня какой-то просто супер освежающий. Мне очень нравится. Когда я все на лице растушую и даже немножко на шею спущу. И все вот так вот растушую вместе. Оттенок очень красивый. Но мне не подходящий. Кстати, недавно до меня дошло наконец-то, что произошло. Потому что я до сих пор выбираю себе тональную основу. Вот как раньше, как я привыкла. Но до меня дошло, что из-за того, что я уже столько лет подряд ежедневно наношу SPF защиту себе на лицо. У меня лицо стало гораздо более бледным, чем оно было раньше. И если раньше я выбирала себе такие оттенки, и они мне подходили. Это были именно мои тона. То сейчас, я так понимаю, что мне нужно скорее приближаться к самым-самым светлым оттенкам в линейке. Но пока что мышечная память у меня срабатывает на все еще... Нет, единичка для меня будет светловато. Возьму-ка я двоечку. Здесь, кстати, вот такой вот достаточно удобный носик. Упаковка мне нравится. Я люблю такие упаковки, особенно в бюджетных марках. Очень гигиенично, очень удобно, тоже и хранится удобно. И вот. Ну, как бы... Не совсем мой оттенок, но жить можно. Эта тональная основа мне понравилась. С огромным удовольствием я ее каждый раз ношу. Красиво выглядит на лице. Не сухо, не как-то жирно, не блестяще. А именно так вот максимально похоже на то, как выглядит просто моя кожа. Но при этом она гораздо более красивая. И так как это линейка HD, то на видео я сейчас должна просто супер безупречно выглядеть. Если вам так и кажется по сравнению с тем, что было, значит это именно классный HD тон. Потому что HD тона, в принципе, для этих целей и создаются. Для того, чтобы и на видео, и на фото красиво выглядеть с эффектом такой как бы легкой ретуши. Здесь как раз таки и указано, что он будет создавать легкий блюр. У него среднее покрытие, очень легкий по своей текстуре и увлажняющий. И в составе также нет парабенов. Я абсолютно с каждым пунктом здесь согласна. У него действительно среднее покрытие. Ощущается достаточно легко, но в то же время не так, как водичка. То есть это не Dior Backstage и не Estee Lauder Double Wear Nude. Этот тон все-таки чуть более плотноват. Мне нравится, как он выглядит. Натуральный у него финиш и не слишком сияющий и не глухой матовый. Как раз то, что я люблю. И я вам тоже обязательно покажу, как продержался этот тон в конце дня. На мой взгляд, он держится очень достойно. Как я уже говорила, я тестировала этот тон ранее. И мне нравилось. Я вот прям подходила каждый раз к зеркалу, смотрела и мне нравилось. Он как-то снашивался очень симпатично. То есть он немножко более сатиновым становился. Но при этом лицо выглядело очень таким здоровым, полным жизни и энергии. По крайней мере, если у вас нормальная или сухая кожа. А теперь давайте переходить к кремовой коррекции. Как я и говорила, у Golden Rose вышла целая линейка Nude Look. Я взяла три средства. Здесь первый это именно корректор. Он в оттенке Warm Honey. Также у них есть здесь и светлый корректор. Я взяла в первом оттенке Light Nude. Он вообще выглядит как консилер, но это именно кремовый корректор. Я бы не стала его наносить под глаза или, знаете, там прыщики какие-то перекрывать или пигментные пятна. Нет, это все же больше корректор. И еще также в таком же стике у них идет хайлайтер. Я взяла оттенок Nude Radiance. И давайте начнем с темного корректирующего стика. Я сначала, когда впервые его увидела, была немножко в замешательстве. Не была уверена, что он мне подойдет. Потому что у него очень сильный оливковый подтон. Но я вот посчитала, что из того, что доступно в принципе, вот это единственный вариант для таких тонов кожи, типа как у меня. Этот стик достаточно пигментированный. То есть с ним лучше не перебарщивать и сразу начинать растушевывать. Потому что он также быстро тоже схватывается на лице. И я наношу исключительно в зону впадины. Потому что это не тот продукт, который, знаете, по всему лицу разрисовал такие черточки. Ну, вернее, можно, конечно, сделать что-то типа вот такого вот. Но работать с ним нужно зонально и очень быстро. Потому что иначе он потом вот такие вот полосы на лице и оставит. Но при этом, как видите, растушевывается быстро. И пигмент, и нужный эффект по себе оставляет. То есть не то, что, знаете, я растушевала, и у меня все исчезло с лица. Потому что очень много бывает и таких тоже контурирующих стиков, которые вот растушевал. И куда это все растушевалось, вообще непонятно. Здесь же, как видите, эффект этот остается. И также с помощью таких стиков очень классно корректировать зону челюсти. Потому что вы вот так вот смотрите, ну и вроде такая тень есть, да, как бы. Но когда вы рисуете потом этим стиком, вы создаете еще больший контраст. И такое впечатление, что у вас, знаете, как ножом порезали потом челюсть. Очень хорошо работает этот прием для тех, у кого уже немножко начинает провисать эта зона. Но в то же время, если у вас уже достаточно ярко выраженный второй подбородок, или просто вот эти вот брыли достаточно явно выражены, то это не то, что создаст вам именно такую четкую линию, но немножко сгладить эту ситуацию можно. И приемчик для тех, у кого второй подбородок. Вот всю эту зону вот так вот зарисовываем корректором. И создаем здесь эффект тени. Вообще, мой вам совет, если вы уже взяли в руки вот такую вот штуку, не делайте, знаете, вот как вот в инстаграме, вот эти вот все миллион полосок по всему лицу, и непонятно для чего это сделано, все как-то под один стандарт загоняется. Скорее, я советую вам смотреть на себя в зеркало, и вот конкретные вещи, вы знаете, вот так вот художественным зрением пытаться исправить. Если вы где-то видите тень, то можно добавить туда светлый оттенок, и эту тень немножко сгладить. Я имею в виду какие-то морщины, возможно, там мешки под глазами и так далее. Если вы видите, наоборот, где-то объем, и вы хотите создать эффект, как будто его там нет, нужно там добавить тень. Единственное, что меня, кстати, бесит в этих стиках, это то, что они выглядят абсолютно одинаково. Я имею в виду все оттенки, и хайлайтер, и контурирующий стик, и вот этот светлый стик, вот так вот внешне их отличить один от другого невозможно. Это нужно каждый брать и читать вот оттенок, который написан здесь. А теперь, что касается светлого стика. Как я и говорила, им нужно работать в зонах, ну, скорее, каких-то нежелательных объемов, то, что вам не нравится. У меня на лице, например, вот здесь вот формируется достаточно глубокая тень, из-за вот этой вот морщины, и, соответственно, если я хочу немножко сгладить вот эту тень, то сюда, на вот это место, где вы как раз и видите вот эту более темную область, мне и нужно нанести этот стик. Я, кстати, себя уже порисовала. То есть вы смотрите на себя прямо в зеркало, можете даже немножко опустить голову, чтобы увидеть, как точно падает тень, и вот когда вы начинаете наносить, опять-таки не ждите эффекта фотошопа. Это немножко не то. Но чуть-чуть сгладить это можно. То есть вот даже сейчас я нанесла, и вот видите, уже не такая жесткая тень, какой она была. И, соответственно, немножко растушевываем, сильно не усердствуем, потому что иначе весь эффект пропадет. Если у вас есть где-то нежелательный объем, смотрите, куда именно падает тень от этого объема, из-за чего, собственно, мы этот объем и видим. И если мы эту тень попытаемся немножко осветлить, то, соответственно, и объем будет казаться меньше. Конкретно этот стик мне понравился немножко меньше, потому что я считаю, что в целом вот такой продукт сделать достаточно сложно. Недостаточно просто сделать светлый оттенок. Эта сама формула, в принципе, должна быть очень пластичная, из-за чего она не будет трескаться потом в процессе носки. А вот этот карандаш как раз-таки трескается, и из кремовых продуктов у нас с вами остался только кремовый хайлайтер. Вот это самый безопасный продукт из трех, потому что он очень деликатный, очень нежный, но в то же время свой эффект делает. Вот видите, он такой как влажный немножко эффект создает. Растушевывать можно спонжем или пальцем, в принципе, не важно. Он и так, и так хорошо растушевывается. Пальцем, мне кажется, остается немножко больший эффект. Спонж немножко больше его впитывает. И я вот не знаю, как сейчас это все передает камера, но то, что я вижу в зеркале, это очень натуральный результат. То есть, знаете, нет вот этих вот бакенбардов, таких вот прям жестких, или в целом каких-то линий, которые вот смотришь, ага, вот это вот корректор нанесен, или там бронзера, вот это вот хайлайтер металлический сияет. А сейчас мне почти не хочется этого делать, потому что мне, вот откровенно говоря, нравится то, что сейчас получилось. И мне не хочется это дублировать ничем сухим. Но для того, чтобы вам продемонстрировать, вернемся снова к палетке. И я буду использовать и бронзер, и хайлайтер, и румяна из этой палетки. И покажу, как они выглядят на лице. Давайте сейчас с вами еще быстренько сделаем брови. Для бровей у меня тоже новый карандаш Golden Rose, Eyebrow Powder Pencil. И оттенок у меня 104 Brunette. Вот этот карандаш не понравился мне абсолютно. Он действительно пудровый, и я вот вообще не люблю пудровые карандаши. Если, конечно, это ваша тема, то вам он наверняка понравится, но я пудровые карандаши не люблю, потому что они создают какие-то грязные брови, как будто. Здесь также абсолютно неудобная вот эта вот щеточка. Она какая-то объемная, очень жесткая, и она не прочесывает, и как-то вот, не знаю, ей как-то аж неприятно чесать бровь, как-то даже больно немножко. Очень она жесткая. И с оттенком я тоже совершенно не согласна. Здесь указано, что это оттенок Brunette, но, на мой взгляд, этот оттенок даже скорее, наверное, блондинкам подойдет. Только не натуральным блондинкам, а именно крашеным блондинкам, у которых свои брови, вот типа как у меня, такие сероватенькие. Вот такие оттенки очень хорошо подходят именно для заполнения таких бровей, чтобы сделать их не темными, а сделать их подходящими, скажем так, под блонд, чтобы они не сильно жестко на фоне блонда выглядели. То есть это скорее такой, знаете, тауповый, типа сероватый оттенок, но не Brunette. Brunette все-таки, мне кажется, гораздо более темным должен быть. Я добавлю сейчас еще гель-катрис. Он и затемняет бровь, и сразу выделяет волоски, и делает эффект именно такой вот, как мне нравится. Ну что ж, мы с вами почти уже наконец-то у финиша, и нам с вами осталось протестировать только вот эти вот пять помад. Это та же линейка Nude Look. Здесь у них две серии вышло. Это вот такие вот стики, которые называются Creamy Shine Lipstick. Я взяла себе два оттенка, и также у них вышла такая классическая помада, называется Perfect Matte Lipstick. То есть, грубо говоря, классика. Это ближе к матовой помаде. И вот эта глянцевая серия, полупрозрачная формула, когда наносишь, нужно в несколько раз вот так вот наносить, для того, чтобы проявился больше пигмент. Если вам нравится что-то такое еле-еле, но в то же время, чтобы это было с глянцевым финишем, то тогда вам понравятся эти помады. И, кстати, они все нюдовые. Вот мне это очень понравилось. Вы знаете мою любовь к нюдовым помадам, поэтому я столько много их и набрала. И, кстати, последнее уточнение. Если вы заинтересуетесь вот этой линейкой матовых помад, то не повторяйте мою ошибку и не скупайте много оттенков. Потому что они все так привлекательно называются. Один из них это коралловый нюд, второй персиковый нюд, третий это розовый нюд. И кажется, что вы получите три разных нюда под разные случаи жизни. Но на самом деле на губах это настолько тонкие нюансы, что я бы не сказала, что это того стоит. То есть выберите какой-то один из трех. Вот я вам показала все, как выглядят на губах. Вот какой вам больше понравился, такой вот и возьмите. Потому что по факту, какой бы вы ни взяли, эффект на губах, в принципе, будет очень похож. А на этом у меня все. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему палец вверх. Также подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также можете посмотреть сейчас другие видео, которые вам рекомендует YouTube. Если вы их не смотрели, вот как раз можно этим сейчас и заняться. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. Поехали. Продолжение следует...